Добрый вечер, друзья! Мы начинаем очередной вебинар. Во-первых, я извиняюсь, но я отменил сегодняшнюю с помощью фотографии прогулку по саду. Это впереди не просто по саду, по лучшему саду в России. Убедитесь. Но вы меня завалили вопросами. Это раз. А вопросы требуют ответа. Я некоторые вопросы отвечал по телефону, коротким письмом, которое посерьезнее вы сейчас увидите. Вопрос-ответ. Но в последний момент мне попалась в Яндексе вот такая вот информация. Должен сказать об этом. Почему? Дело в том, что мы с вами какие-то особые... Вот я сейчас вам скажу, что во всей планете из сотен академий, из миллионов ученых, только я и вы, сотни-две людей. Ну, кто раньше там где-то что-то, я заикался. Ну, может, 300 человек знают об одном из величайших заблуждений науки. Величайших, огромных. Вот. Ошибка страшная. Я хочу, я вас интригую. Почему? Потому что через несколько минут вы будете знать больше, чем все ученые со всего мира. Вот. И даже не в том дело, что опять скоро не будет, в которых мы так любим подводочку маринованных. Ну, и дела бы намного похуже. Поэтому, простите меня, если кому-то можно отойти на 10 минут, другими делами заняться. Ну, неинтересно. Ладно бы там рассказал, как садить деревья. А тут все гораздо серьезнее. Вот. И так, значит, все-таки я рискну. 10 минут. Значит, Москва, РИА Новости. Дело в том, что это мои земляки, фактически. Ученые Сибирского федерального университета первыми в мире прочли, изучили митохондриальные агеномы четырех видов опят. Казалось бы, без обидней ничего на свете нет. Распространяемых в сибирских варьальных лесах ядерный геом, а одном из них. Значит, добрались до этого, до... Ой, ладно, не буду вникать глубже, а то вас распугаю. Сравнительный анализ генома поможет понять их эволюцию и функционирование перспективнее. Понять, да, а как же, это все интересно. А перспективе с помощью геноинженерии и геномного редактирования, то есть, поняли, они добираются уже до самого этого, самого, что у нас внутри ядра, сами знаете. Вот, молекулы ДНК. Снизить вредность грибов. Вредность грибов. Вот, начинается страшнейшая глупость, ошибка. Вот, миллионы, если не миллиарды, если брать всю планету, всех, кто этим занимается. Нет вредных грибов, но пойдем пока дальше. Первый результат исследования публикован в журнале ВМС. Это, видимо, где-то за границей нашей. Я так понял, это Сибирское федеральное университет, а, скорее всего, Красноярск. Мне не стало разбираться, не имеет значения. Несколько статей находятся и готовятся к печати. Статей, да, конечно, там, что бы ни говорили. Вот, знаете, в средние века, сейчас вы поймете, насколько туда мы уехали. В средние века среди богословов шел спор, дискуссия страшная, дикая, вплоть до МРДБ. Сколько чертей вместится на конце иглы. Причем вы можете назвать любое число и будете правы, словом сказать. Многие виды опять провоцируют гибель древесных растений, разрастаются до гигантских размеров. Так вот, пока я просто говорю, без, как сказать, без доказательств. Опята не провоцируют гибель древесных растений. Разрастаются до гигантских, вот, нашли, например, грибница, опенка, темно обнаружено в заповеднике Малор в штате Орегон. Занимает площадь более 580 гектаров. Страшная цифра, да? Малор в штате Орегон может испугаться, что будет не 880 гектаров, а 880 миллионов гектаров. Вот видите, куда они клонят? Безобидный, в кавычках, и маленький, на первый взгляд, гриб может стать патогеном и поражать деревья по всему миру. Никогда, это я вам пока говорю, просто вы уже начинаете понимать, тот, кто докажет, что он действительно может стать патогеном и поражать. Я бы ему вручил, нет, не Дубльскую премию, хотя когда-то, может, они тоже спят и видят, ученые Сибирского федерального университета, где-то там, в смокинге, которым вручают Дубльскую премию. Нет, для них есть другая премия, называется наша Нобелевская. Ну, наберете в индексе, поймете, что это такое. Это премия за самые бесполезные из этих. Да они не только бесполезные, они же у нас деньги отнимают, потому что совершенно глупостями занимаются. Но опять же, еще раз, это еще не доказательство. Вот. Несмотря на широкую распространенность опят, их митохондриальные геномы, метагеномы, не были прочитаны на все время. Да хоть зачитайтесь. Вот. Ладно. Дерево поражено опятами. Мы полностью просеквенировали, собрали и аннотировали кольцевые метагеномы четырехвидового пенка. Сообщил руководитель исследования. Смотрите, он же и наш, он же и не наш. Профессор Генетского университета, Техасского университета, ведущий сотрудник генетики имени Вавилова, профессор базовой кафедры, технологии монетарного леса, заведующий лабораторией леса генетики. Короче, Константин Крутовский. Вот. Сможем дальше. Вот сейчас потерпите еще немножко. Вы поймете, куда мы заехали. Благодаря исследованию биологии и генетики, биологи и генетики могут лучше понять взаимодействие метахондрии. Это понимаете, это сколько хотите. Это даже на пользу. Вот. Надо же посмотреть, что там внутри творится. Итак, это внутриклеточная энергетическая фабрика. Совершенно верно. Я их сто раз говорю, что под землей работают, это я говорил, без всяких этих самых, без исследований. Это дураку понятно должно быть. Под землей находятся заводы и фабрики грибные. И, а тут смотрите, всех высших организмов, от грибов до человека, с ядерным геномом. А также изучите функционеры революции. Изучайте. Это может происшествовать анализ, защитить леса. Леса не защитите. Вот тут уж мы разошлись. Ладно. Еще немножко потерпите. Сравнивая геномы опять. Знаете, почему я это? Потому что я надеюсь, что Киселев Александр Валерьевич выделит это в отдельный фильм, который надо как-то отбудить, чтобы вы, друзья, отправили во все эти самые, пусть посмеются. То есть сразу голос схватится. Сравнивая геномы опять, различаясь по патогенности, мы надеемся лучше понять механизм их вредоносного воздействия на деревья. Никакого вредоносного воздействия, а ни один гриб. Разработать более эффективные методы защиты лесов. Только защищайте, только нет грибов. Практически, я сейчас объясню. Практически можно перепрограммировать метагеномы. Самая страшная фраза, страшнючая. Можно перепрограммировать метагеномы и геномы грибов, изменим патогенность. Но это можно, но в худшую сторону. Еще раз. Но для этого нам нужно лучше знать и функционировать. Вот, пожалуйста, изучайте. Все равно чем-то надо заниматься, коль уж пошли в науку. Экспресс, генный механизм, патогенность, взаимодействие в системе паразит-хозяин. Нет такой системы паразит-хозяин. Особенно в констикции средовых средствах, засухи, эпизодии. Вот тут началось засухи, эпизодии. Повальные заболевания, глобальное мнение климата. Вот. Вот это вот и есть то, почему деревья гибнут. Это еще не все. Это свалили на грибы делать нехрен. Один завтра исследует зал лаборатории, т.т.т.т.т. Зависитель директора Игорь Павлов отметил, лесопатологическое обследование лесок Краснодарского края показало наличие корневых глиний, даже гнилий, даже у внешне здоровых, хвойных лицах деревьев. Если гнили на корнях, никакие они нездоровые. Вот. В настоящее время, внимание, внимание, страстная ошибка, которая приведет когда-то к гибели всего на земле. Начинается с этого, безобидного. В настоящее время именно опенок северный вызывает массовые очаги высыхания хвойных пород. Вот. С Будуна написано, что его подталкивает к такому поведению, кроме глобального изменения климата. Наиболее значимого именно для северных лесов, нам предстоит выяснить. Глобальное изменение климата. Вы, ребята, смираете, это, молчали вы, красноярцы и все, пока по Краснодарскому краю вырубали леса. Ну. А потом начались эти самые, где-то засухи. Я, знаете, что еще придумал? Я взял, сейчас я еще самое главное не сказал. Вот. Кроме того, что вот эта величайшая глупость, дурь. Массовые очаги высыхания. На этом основано, на этой глупости, на этой ошибке невероятной. Основано все остальное. То, что может привести к действительно уже глобальному изменению климата. Смотрите. Я набрал в Яндексе всего одно слово. Апокалипсис. Фото. Выбрал два фото. Одна крайность. Это если ученым этим дать волю. Продолжать. И вторая крайность. Одна крайность. Это специально выбрал. И вторая крайность. Нагоняй жути. Почему? Сейчас объясню. Я, Железов, на основании своих наблюдений и выводов, говорю то, что расходится совсем миллион на разу этих самых выводов, которые сделала наука за все века и народы. Сотни миллионов, миллиардов тонн грибов, которые находятся во всем мире, в общем, так сказать, в весе, да? Они же из чего-то вырастили, да, что-то жрали, ели. Вот. Они не съели ни одной здоровой клетки. Второй раз об этом говорю, мы уже говорили. Просто мне как нарочно специально судьба или Бог подсобывает вот эти вот. Раз вот это, я не искал. Она сама вылезла, вот эта вот самая вещь, чтобы мы еще рассказали. Значит, мы можем, что такое перепрограммировать метагеномы? Чтобы он перестал жрать растения. А вы понимаете, что они все, грибы, грибные тела, как можно угодно говорить, они все по всей планете связаны между собой. И когда вдруг однажды случится вот это чудо, то есть пока вам будут вручать Нобелевскую премию, это же тоже время до этого надо. В это время вдруг грибы перестанут жрать, но они-то думают живую ткань, а они перестанут жрать мертвую ткань. Понимаете, что к ним нельзя подходить со скальпелем, с этим самым ни с чем близко. Их надо ученых, их надо изолировать, потому что когда-то ученые... Вы что думаете, это хорошо, когда ядерная реакция привела к тому, что у нас атомные электростанции. А каково людям, которые в Нагасаке и в этом, в Хиросиме, а их сотни тысяч испарились. Вы им-то объясните, что наука это здорово. Вот этих ученых, вот так же, как тех, которые лучше бы мне, если сегодня жили бы, ветряные велицы лучше бы качались, на воде бы, допустим, лучше бы крутились эти самые жернова и перемалывали хлеб, чем взорвать два города, уничтожить с людьми, с детьми. Здесь то же самое. Это страшная ошибка. Они возьмут, а если у них получится? Ведь они же не знают, что грибы не едят живую ткань. Ни одной, миллиарды тонн не съели ни одной клетки, которая стоит 0-0, весит 0-0-0-0-0-0 от одного миллиграмма. Не смогли и никогда не съедят. Вот это страшная ошибка. И вы представляете, чем они занимаются? Скорее всего, все это чепуха. Так же, как, да, изучайте, изучайте, чем-то надо заниматься. У нас беда, наши друзья, в том, извините, что я завелся, что наши политики, политики идут правильно, уже сколько над ними издеваются. Над политиками, над этими депутатами. Те, кто не умеет не это самое, изобрести велосипед, они не могут это самое, вот это же геном расшифровать, ничего не могут. Они идут в политику. Но получив власть, их дурят те, как вот эти самые. Они могут сколько угодно. Они могут даже дать заявку скоро на Нобелевскую премию, потому что им покажется, что они правда перепрограммировали. Но если всерьез перепрограммировали, через несколько лет по всей планете будет вот это. Я не наняту обстановку. Вы представляете, если вдруг, они же все связаны между собой. Но как вызвать эпидемию гриппа? А ведь есть еще и чума была. 300 миллионов мертвых по всей Европе. Их там всего-то было где-то 500 или 600 миллионов жителей в Европе. Половина из них умерла. А если вот такой вот, какой-нибудь это, грибы, они к нам не лезут. Мойтесь, и у вас не будет запаха от вас. С нас чешуйки слазят. Вот эти невидимые, вот я показываю, кто видит, миру чешуйки, они, мы же потомки, у нас же это, в родне динозавры, только у нас чешуйки малюхонькие. Они постоянно отмирают, идет замена. Это нормально, так и должно быть. У нас постоянно обновляется кожа, поэтому мы еще умудряемся выглядеть более-менее. А куда девается чешуйка? Она или отваливается, или начинает гнить. Если вы не моете, значит у вас на чешуйку начинают жрать эти самые грибы. Ну то, что мы называем плесенью и прочее. Я бы мог, у меня много примеров, чисто практичных. Я просто хочу сказать, господи, куда мы приехали? Вот эти вот политики, ничего не понимая, они дали возможность ученым заниматься, как это было выражение, любопытство удовлетворять за счет государства. А если правду, а если правду, это самое, назвал опенка виноватым в массовых очагах усыхания, конечно, это самые огромные районы эти. Вы понимаете, гриб может съесть столько, сколько ему позволит мертвичина, сколько есть. Больше не может быть ни одного миллиграмма гриба. Вот он ест мертвичину, мертвичина закончилась, и гриб закончился. Вот и все. Вы заметили, грибной год, не грибной год, грибной год. Тут я подчеркнул, изменение климата. Но климат меняется каждый год, пусть не глобально, засуха, нет грибов. Сырость, что такое сырость? Это гниение. Сырость это гниение. И вот они, грибы полезли. Но мы видим только их, это, наружную часть. У нее вот это вот, я ничего понять не могу, как можно было вот это, в самую доль, преподнести чуть ли не как Нобелевскую премию. Вот что нас ждет. У меня слов нет, это изучайте, делайте, потому что все равно для чего-то это может, когда-нибудь для чего-то пригодится. Поражать деревья, посмотрите, они увидят, 880 гектаров, занимает гриб сплошной. Представляете, давно бы уже на суд бы разобрали. Все, все бы этим, самым, как-то, всем бы округом, а у нас бы не было. У нас бы ближайший город, рванул бы туда, и все бы эти опята с, давно бы уже в супе были. Им бы не дали размножаться. А здесь нет, это, знаете, в советское время наш журналист был в Канаде, у русскоязычных канадцев, в гостях, и просто, статья, в обычном газете, в журнале, мы, говорит, пошли в лес, а там полно грибов, да каких отборных? Я говорю, давайте срочно, до этого, сейчас собирать-то все. Эти русские канадцы, у него посмотрели, как на идиота, и говорят, зачем мы в магазине купим? Вот. И вот эти вот, увидели эти 880 гектаров, значит, там просто гниет, правда, это, как только все сожрут, грибы исчезнут тут же. Вон у нас, это, хочется грибочек, нету, ходили, нету. Так вот, грибной год, знаете понятия. И вот это все зависит только от этого вот. А сейчас изменение климата от обычного, есть дождь, нет дождя, и грибной год, не грибной, вот, вот оно. Вот это мы натворили по всей планете. И валить на этих самых, опят, вот на этих вот, вот, безобидный гриб может стать, поражать деревья по всему миру. Да он их и доедает, то, что мы, и не это, то, что ему дерево позволяет. Дерево точно так же, у него, он подражается, зима, лето, сырость, потом дождь, потом засуха, потом это, молнии, потом все. И вот, начинается поражение, ветки, листьев, помните, грибы на листьях, ну, то, что мы называем, там, этим самым, там, плесенью, вот. И это, сами знаете, где больные деревья, они же, я сколько раз говорил, везде, а перестаньте калечить деревья, и не будет на них грибов, которым, по-на выдумывали эти, всевозможные хитрые названия, от большого ума, наверное. Вот эти грибы, обозвали как угодно. Минолиоз, и пошло-поехало, это самое легкое название, там еще пострашнее есть. Вот что страшно, вот эта вот глупость, ну, как она может поразить ученых, ну, я еще понимаю, знает все, что знаю я, даже лучше, они же ученые, не я. Но им же нужно, как, чего-то заработать. И дурят, потому что у Красноярска тоже есть минсельхоз, свой, Красноярский минсельхоз. Наевсибирске есть минсельхоз. Там еще круче, в Новосибирске еще есть Восконил. Чего только нет. И там делают что угодно, потому что вы эти самые, у тех, кто их финансирует, это все работают, дурную вот эту. Они вот чиновники, вот. А кто такой чиновники? Недоучки. Скажите, что нет? Так, ну что, хватит говорить об этом. Не знаю я, вот, не понимаю я. Тут же, ладно бы, это прикол был бы, но тут же фамилии, 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 фамилии. Вот они. Вот что, я, это второй пример. Помните, я говорил, нельзя бороться с муравьями. Ведь там же тоже кто-то сейчас, ведь если муравей враг дерева, если по центральному каналу, это, кандидат наук, поливает уксусом муравейник специально, то потом кто-то из ученых скажет, так, сейчас-ка вам руки зачитались, вот, поэтому слишком грубо, нет, что вы, уксусом, нет, соляркой, нет, нет, бензином нельзя, можно это, обжечь брови, ресницы, нет, я сейчас возьму, залезу в ведро, вот, только одного муравья, сделаю так, что он станет патогенным, и он мне всех муравьев, по цепочке, раз, 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 и ура, деревья процветают, на них плоды, листики все целенькие, вот, а за муравьев нет, этих подлых, этих проклятых, они еще и кусаются, если подойдешь к муравейнику, и вот этот идиотизм, да, когда после уничтожения муравьев, по всей планете, тут же тоже хотят по всей планете это, видели, вот, тоже хотят по всей планете уничтожить грибы, это такая же дурь, как уничтожить муравьев, все, высказался, сейчас бы это, надо валидол пить, не могу я вот это, живем в это самое, знаете, напоследок еще, кто поймет, тот поймет, анекдот, каждые 50 тысяч лет, ученые, включают, андроидный коллайдер, кто хочет, тот поймет, вот, тоже самое будет, видели, фух, так, ну что, как перейти на это, сейчас берем, куда нельзя, чтобы успокоиться, так, минутный перерыв, сегодня и, позавчера, собраны, последние, последние, плоды, из, деревьев, которые, три с половиной года назад, были посажены мною, да, даже меня удивило, да, Бродский, все-таки, великий садовод, за три с половиной года, мощные, здоровенные деревья, уже три моих роста, растут, как опята, как те, вот, значит, и собраны были раньше, назовем их, ранними, это с первой половины, они как-то получили, что, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, с первой половины, собирал, уже не по номерам, один, два, три, а, как бы, ассорти, назовем их, ранними, а потом, позавчера и сегодня, собраны, еще, абрикосы, Бродского, с его деревь, что-то никак не кончаются, но это еще потому, что их плохо покупают, мало заказывают, и назовем их поздними, а теперь представим себе, что вы заказали ранние, заказали поздние, придет пора, зацветут, у меня же как получилось, дерево номер один, вообще плодов не было, ну, может, несколько, да, вот, к примеру, вот тебе и ранние, а несколько плодов, ну, в общем, смысл такой, четкая граница, посадили те, посадили эти, эти попали под заворок, и заворозка нет, все плодоносят, заморозки есть, одни плодоносят, другие нет, заморозок позже, теперь плодоносят те, которые успели проскочить, заморозок, и так далее, в общем, вы поняли, о чем речь идет, и, продолжаем, так, вот это, тут уж я не буду, вот эта вот фотография, вот то, что вы видите, так, она полностью, и навсегда, отменяет, правильно, теорию Дарвина, вообще, Дарвин ни при чем, он не знал, что такое геном, он не знал, что такое, ой, молекулы ДНК, вот, и потом уже, после него уже додумали, как бы, была верхушка затронутая им, а низы, появление, грязная лужа, слипание молекул, да, вот, так вот, все вот это, вот одна фотография, все отменять, я сейчас спрошу вас, друзья, может напишите мне, я потом ваши письма опубликую в следующем вебинаре, может это, догадались, нет, я же об этом рассказал, ну, просто мне интересно, хочется, чтобы не один яд только замахивался на науку, вот это, полное отрицание Дарвина, вот, понятно, нет, ха-ха-ха, Субтитры сделал DimaTorzok